Конфликты на фоне успехов. Пока Дональд Трамп перебывает в своем первом зарубежном турне, в Штатах разгорелся скандал вокруг его финансовых реформ. Кому не понравился бюджет от Трампа, Дмитрий Анопченко расскажет об этом из Вашингтона. Одна из топ-тем сейчас. Бюджет страны 2018. Хилари Клинтон уже назвала его невообразимо жестоким. И действительно, команда Трампа предлагает стране затянуть пояса. Социальные программы хотят сократить на 3,5 триллиона долларов в течение 10 лет. Урезать медикейт, медицинскую помощь малоимущим, отменить программы по борьбе с бедностью и бесплатные талоны на питание. Зато сразу на 10% Трамп увеличивает расходы на оборону и безопасность. Это то, что он обещал, баллотируясь в президенты, то, что поддержат республиканцы. Но вот демократы в Конгрессе намерены торпедировать эту реформу и уже готовят войну за бюджет. Отсутствие успехов на внутреннем фронте Трамп пытается наверстать победами международными. Около суток он пробыл на Апеннинах, встречался с итальянским президентом и премьером, а до этого с папой римским. После разговора, с которым написал твит «Покидаю Ватикан с большей, чем когда-либо решимостью достигнуть мира». Ну а далее в программе «Брюссель» ради главного события встречи руководителей стран, входящих в НАТО. О чем будут говорить, понятно. Трамп жестко настаивает, чтобы члены Альянса увеличили расходы на безопасность. Америка больше не будет платить за всех. Но, как признался журналистам Генсек НАТО, готовится обсудить и минские соглашения. Альянс, по словам Столтенберга, обеспокоен тем, что они не выполняются. И на Донбассе по-прежнему ведется огонь. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.